Сегодня мы начинаем второй сезон интеллектуального проекта «Булес Ликбез». Этот сезон будет иным, не таким, каким был первый, и это во многом связано с самым типом постановки «Боброс». Во-первых, сама уже тема сегодняшней лекции многих навела на мысль о том, что это не типично для курса «Булес Ликбез». Во-первых, обращение к фигуре архитектора, с одной стороны, то есть такого у нас не было в прошлом году. С другой стороны, обе фигуры, которые мы сегодня будем рассматривать, и Антон фон Вебер и Ликбез, это фигуры, относящиеся в большей степени к первой половине XX века. Хотя, как люди, я, конечно, пережил середину века, но тем не менее, по возрасту такого же, как Вебер, и может считаться теоретиком, прежде всего, первой половины столетия. Курс, как вы помните, у нас был посвящен наиболее актуальным проблемам искусства. И на самом деле это не отступление от темы, а причина в том, что первая тема была сформулирована именно таким образом, лежит в событии самого недавнего прошлого, собственно, этого года, 2017-го, когда на русский язык была переведена и отпечатана книга Айзенмана «Десять канонических зданий». «Десять канонических зданий» с 1950-го по 2000-е, так она называется. Это, конечно, была революция в области мысли, это прорыв для нашей страны, то, что эта книга вышла на русском языке, потому что, скажу честно, читаю я достаточно много, несколько книг в неделю все-таки, и книги эти в основном не художественные, преимущественно книги, связанные с различными отраслями мысли. И, тем не менее, за последние годы было не так много книг, которые бы полностью переориентировали мое представление, о реальности, или, если быть точным, открыли бы в ней новое пространство. А таких книг было очень мало. В большинстве случаев я вам советую их в курсе первого года. Это, там, «Джаком Ритсалати. Зеркала в мозге». Это книга, которая открыла целое новое пространство, но только для меня, да, для таких всего мира в целом. Вот. Тот же Томас Нецингер и так далее. Ну и лекционный цикл Александра Смулянского, чья вторая половина, да, слова «ликбез», «лакан ликбез», он отзеркален и в нашем цикле, да, в качестве «будес» ликбеза. Вот, в общем-то, и все. И новым откровением, которое действительно меня просто потрясло, стало чтение книги Азельмана. Это не просто книга, да, это книга, которую можно перечитывать неограниченное количество раз. Эта книга уникальная, потому что она впервые для меня открыла пространство архитектуры как пространство тождественное музыкально. Ну, с единственной разницей то, что по музыкальному зданию композитор, слушатель, все-таки как экскурсовод проводит определенный маршрут, да, по архитектурной постройке мы путешествуем, самостоятельно избирая маршрут. Хотя, естественно, архитектор его предполагает. Но он плохой архитектор, если он ему не предполагает. И в этой книге Айзенман совершенно переосмысляет такую, казалось бы, открытую и прозрачную фигуру, как Ле Корбюзье. Просто почему открытая и прозрачная? Во-первых, это умноверная, да даже и не наверное, а точно без преувеличений, самый известный архитектор 20-го столетия. А во-вторых, он сам был настолько мощным мыслителем, что, в общем-то, все свое творчество теоретизировал самостоятельно. То есть, вот Бога книг. Поэтому они хорошо издавались на русском языке, то есть их можно прочесть. И, в общем-то, он загадки никакой не представлял. Однако Айзенман таким образом рассматривает эту фигуру, что эта фигура у меня переосмыслилась полностью. А так как для меня всегда Корбюзье и Веберн смыкались, в общем-то, вы сегодня поймете почему, насколько там много параллелей, то оказалось во многом переосмысленное само творчество Антона Ходдвебера. И именно в свете вот этого актуального, заметьте, события для нашей культуры, мысли Айзенмана, самого не просто теоретика, а одного из выдающихся современных архитекторов-практиков, создателя мемориала памяти жертв Холокоста в Берлине, фактически сейчас визитной карточки Берлина. А этот человек, то есть высокий интеллектуал и творец с большой буквы, ставит вот такую проблематику, к которой мы сегодня не обратимся. Но, так как курс «Булет-Стребес» никогда не был пересказом, чего бы то ни было, а он ставит вопросы, а не отвечает на них, то, соответственно, мы пойдем дальше, а отправной точкой будет то, что занимал он Айзенман. Декават. Две фигуры Веберн и Корбюзье. Они относятся абсолютно к одному и тому же времени. Жизнь Веберна, как вы помните, прервалась насильственно, но он погиб от пули американского солдата в самом конце Второй мировой войны, когда уже и войны, по сути, не было. А так они по годам жизни примерно одного возраста, там разница в 4 года. То есть несерьезная разница. И если вы вспомните принцип «Письма эпохи Ролана Барта», который мы подробно разбирали в первом сезоне, то вы поймете, что одинаковые вещи, одинаковые смыслы, одинаковые принципы, которые будут лежать и там, и там, которые мы попытаемся выявить сегодня, они во многом есть не проявление индивидуальности этих художников, а проявление собственного принципа духа эпохи, духа времени, который они во многом формировали. Так и вот, в самом начале своей книги «Десять канонических зданий» Айзенман задается совершенно фантастическим вопросом. А что есть канон? И переосмысляет канон фантастическим образом. Мы всегда привыкли, что канон – это нечто догматичное. Я имею в виду канон не в смысле музыкальной формы, а канон в смысле образца, образца для подражания. Он же говорит о том, что канон – это нечто в наибольшей степени меняющееся. Что это то, что меняется более всего. И более того, канон всегда несет в себе юридический взрывной потенциал. А термин «геретический» принадлежит, собственно, Айзенману. Ну, ни для кого не секрет, что изменения происходят постоянно. Изменения в нас, изменения в окружающем нас мире, в культуре, в политике и так далее. Постоянно меняются ценности и предпочтения людей. Каждая эпоха привносит с собой подчас радикальные изменения, но которые заметны только со стороны. Заметны только если мы обратимся к документам эпохи. Также их заметить нельзя, так как они происходят очень постепенно, буквально, как сложно оценить, насколько постарел человек, если мы живем с ним постоянно. Да, если же мы его долго не видели, то это будет очевидно. И, к примеру, такой видный современный исследователь-медиалист, как Мишель Кустуров, демонстрирует наиболее, наверное, наглядно, как менялись ценности в различные эпохи. И демонстрирует это на примере цветовой шкалы. Но все мы визуалы в большей степени, даже музыканты, да, просто музыканты, музыканты чуть более развито, слуховое восприятие. Однако визуальное все равно преобладает. Ну, достаточно вспомнить даже из истории музыки такие простые примеры, когда Бетховен там оглох, в общем-то, это не помешало ему в дальнейшем продолжить свою карьеру. А когда вот ослепли Баха Генгель, да, ну, карьере, в общем-то, пришел конец, и очень скоро я не знаю. И здесь есть над чем подумать. Поэтому описание нашего восприятия цвета в истории культуры значительно больше, чем восприятие звука. Другое дело, что звук, его отношение, его наше восприятие менялось так же радикально, как и цвет. Но отследить на свете проще. И тот же Пастуро демонстрирует, как люди античности Греции, эллинистического мира, или Рима, совершенно филигранно, то есть детально могли отличать до десяти оттенков красного, более того, наделяя их совершенно разными смыслом и ценностью, соответственно, и совершенно не отличая черный, синий, коричневый. Это считалось вообще одним цветом, да, потому что само слово «синий» даже появилось в языках чуть ли не с 12 века. Ну, то есть это очень позднее время. До этого все было нечто черное. Ну, понятно, что черный, который получался за счет сажи, да, вымачивания в сажи, он мог быть любым фиолетовым, черным, коричневым, даже в течение дня менять антенок. Или еще более интересная мысль того же Пастуро о том, что люди средневековья, например, плохо отличая различные цвета, в то же самое время придавали колоссальное значение текстуре. Например, поглощает эту поверхность свет или отражает свет. То есть одинаковые, допустим, черный и черный. Для белого и белого блестящего, глянцевого и матого были разные слова. И один был демоническим, демонизируемым, инфернальным, то есть матовым мастерством. А глянцевый считался божественным. То есть это понятно, откуда это проистекает. Это проистекает из учения подцов в церкви, о том, что единственная зримая форма божества – это свет. Если что-то не поглощает свет, а его как бы умножает от зеркального, то оно является божественным. А если оно впитывает свет, то где нет света? Света нет только преисподн. И в данном случае было абсолютно все равно, белый это или черный, если он матовый. И совершенно не все равно, черный это или черный, если один из них глянцев. Примерно такие же радикальные явления происходили в области звука. Это мы слушали с вами на первой лекции у Лесли-Глеза, когда я выстраивал свою концепцию трех музыкальных практик. Но представьте себе теперь в этой ситуации, в которой радикально переосмысляется постоянно все. Что-то остается неизменным. Реликтом предшествующей эпохи и народным телом в новой. Попадая в новую сетку координат, в совершенно другую, оно начинает играть совершенно не неровно. То есть, оставаясь внешне тем же самым, оно меняется в наибольшей степени. И более того, чем больше оно остается неизменным, тем больше оно копит взрывной потенциал, который взорвет его же самого. Ну, это по аналогии с тектоническими пластами, которые хотят сдвигаться. И представим себе, что какое-то произведение искусства возникает в виде эксцесса. Оно низвергает все существующие традиции, оно новое. Новое по существу. Через какое-то количество времени в новой сетке координат, которые она самим этим эксцессом устанавливает, оно становится уже традиционным. Оно становится чем-то понятным, общепринятым, что, в общем-то, не нуждается в доказательстве. Через какое-то количество времени оно может стать уже мертвый дом. То, на что необходимо равняться, то, с чем необходимо считаться, и то отклонение, от чего будут считаться, в общем-то, нежелательными. А теперь представьте, что это сочинение, уже в виде мертвой догмы, свергается новым эксцессом. Внешне он будет совершенно не похож, так как он по определению должен его отрицать. Да что он свергает? Но по существу только в этот момент это свергающее новое сочинение станет тождественным первичной функцией вот этого реликта. Потому что оно вновь обретает смысл революционного акта. Акта как такового. Акта по существу. Таким образом, то есть то, что сохраняется внешне неизменно, оказывается наиболее изменяющимся. И то, как раз, что наиболее меняется, но занимает примерно ту же самую позицию в новых, устанавливающихся постоянно новых сетках координат. Если вы вспомните Латура, кстати, к вопросу, да, он наконец-то в этом году достаточно большое количество текстов Латура было переведено на русский язык. Был такой журнал Логос, где вышел целый блог, называется Анти Латура. Его можно сейчас заказать, потому что это первое такое комплексное издание текстов этого мыслителя, который входит в десятку самых цитируемых из-за неживущих авторов. Если не в пятех, простите, по-моему, я знаю. Ну, в десятку точно входит. Так и вот, концепция сетей, постоянно разворачивающихся, если в этих сетях мы будем занимать одинаковую позицию, все равно, чем это будет внешне, это будет тем же самым. Если же оно только по внешней форме сохраняется, то оно, конечно же, меняется в наибольшей степени. Так и вот, после того, как это сочинение эксцесс изначально будет свергнуто, отвергнуто, оно сначала станет чем-то презираемым и отрицаемым новой эпохой. Да, ну, например, как сейчас, достаточно скептически относятся к архитектуре сталинизма. Да? При том, что тот же самый Аль-Доросси, постмодернист, рассматривал ее исключительно как явление постмодернизма. Ну, нам на это посмотреть сейчас сложно, да, таким образом, такими глазами. А, хотя почему выли? И это никак не отменяет того, что через какое-то количество времени вот это уже теперь отвергнутое, забытое, наконец, займет какую-то опять нишу, причем изначально ей совершенными свойствами. То есть, оказывается, что вся наша жизнь и представляет собой некий коллаж, который складывается из разных элементов, которые уже не выполняют ту функцию, которую они выполняли изначально, для которых создавались эти цветения. Ну, любопытно, но даже музыкальный кром, как форма, абсолютно наделен теми же самыми чертами. Представьте себе, это линеарная форма, да, мелодия, линеарная мелодия, которая с запозданием начинается в разных голосах. Там ничего, кроме этой мелодии, нет. То есть, чистый, идеальный канон, это одноголосие, где даже раньше он записывался в виде одноголосия и лишь помечалось какими-то знаками, где будут вступать следующие голоса. То есть, он, в принципе, даже выписывался как одноголосие. А теперь смотрите, насколько в этом каноне вложено карамола против него самого. То есть, это одноголосие, линеарность, которая сначала перевращается в полифонию, но никто ведь не ограничивает количество возможных голосов канона. Таким образом, идеальный канон, то есть, канон разворачивается до бесконечности как иррациональное число, он перестает быть слышен по этой самой горизонтали вообще. Он превращается в стахастический соног. Ну, что мы услышали в многих произведениях XX века. То есть, гипотетически он представляет собой строжайшую логику. Такую же логику, какой наделен получается действительно иррациональное число. Но разворачивающийся вниз, он превращается в как будто случайно пульсирующая масса. Даже музыкальный канон, оставаясь как будто бы самим собой, взрывает себя изнутри. И здесь очень важный вопрос, который поднимается сам собой, это вопрос о том, какова структура этих объектов сама по себе и какова структура их на уровне нашего восприятия. То есть, одно разделяется на два. Структура как таковая, то есть, то, как этот канон, допустим, написан, написан, естественно, рационально безупречно. Это рациональная структура. Более того, если это канон, который, допустим, не предполагает того, что там будет благозвучие, а запускается просто через храмное количество времени, то он даже потом уже не нуждается, по сути, в алтере. Да, он разворачивается на бесконечности сам. Таким образом, восприятие наше будет его прямо противоположено тому созданию. Он будет восприниматься и рационально. Хотя, на самом деле, и рационально. Одно расходится на два. Это же мы увидим сегодня и как происходит в других видах искусства, в частности, в архитектуле. Ну, наиболее простой пример того, что я вам сегодня объяснял, то, что объяснял в качестве того, когда произведение искусства сохраняется как таковое, но меняется по существу, все из одной и той же страны, в которой на протяжении XX века многие храмы использовались как склады. По сути-то, они оставались теми же самыми, более того, сейчас многие из них восстановлены, а восстанавливать в некоторых из них почти ничего особого не надо было. То есть, они сохраняли свои архитектурные достоинства, то, что там было внутри, как архитектура не всегда имела какое-то отношение, что оттуда выносили золото. Структура же сохранялась в чистом виде, но выполнала совершенно иную функцию, в виде кинолаборатории, склада или чего бы то ни было еще. И сегодня мне бы хотелось начать с совсем необычного для курса Гулес-Ликбез. Мы всегда к выводам приходили в течение долгих размышлений и иллюстраций, а иногда приходили к правильной постановке вопросов. А вот сегодня я бы хотел как в восточных книгах, не как в западных, а как в восточных сначала сказать самые важные, то есть выводы, а потом попытаться их проиллюстрировать. Потому что я боюсь, что это может оказаться слишком сложным. Сначала знать, за что держаться, знать костяк. То есть, чем так похожи Вебер и карбюзье по существу. Во-первых, неплохо их показать. Ну, они похожи, правда, по существу? не один и тот же человек, это два разных дядечка. И очки, на самом деле, у них немножко разные, если присмотреться. Даже разные нации, национальности. Так вот, карбюзье создает, наверное, один из самых жестких канонов архитектуры в истории. Это канон, который мы сегодня подробно проанализируем. Это не только его знаменитые пять принципов, которые настолько растиражированы, что их знают не архитекторы, а почти не каждый. Но мы их сегодня подробно еще раз просмотрим, потому что я буду сравнивать с музыкальными произведениями. Такого еще бы делали. Так и вот, основная концепция, которой можно было бы свести устройство жесткого канона о карбюзье выражалось в локонечной цитате «Дом, машина для жилья». До Второй мировой войны, до его окончания он строит либо общественные здания, либо виллы, то есть места, где живут, либо даже жилые комплексы. Такое тоже было. Хотя в географии не в каждой указано. Но просто так сказать, вторичные улыбки, не знаю. Поставив свой канон таким образом, он после Второй мировой войны сталкивается с совершенно невозможной проблемой. Ему заказывают церковь. Он убежденный атеист, но он не отказывается от постройки, потому что, во-первых, для архитектора важен любой крупный заказ, это возможность воплотить свои идеи, а с другой стороны, он очень высоко ценил церковь. Он был выходец из традиционной швейцарской семьи, и для него это было символом культуры. То есть церковь не как нечто мешающее культуре, как считалось в раннем ленинизме, а церковь как, в общем-то, одна из форм культуры страны. но как строить дом, если дом есть машина для жилья? И канон взрывает себя изнутри. То есть единственной формой воплощения церкви является полный отказ от всех принципов Божьего. Это единственное правильное решение, потому что дом это в данном случае дом Бога. А если учесть то, что даже в не атеистической философии Бог, в общем-то, там не живет. Он туда может не сходить лишь в процессе ритуала. А если Курбезье был атеист, то, в общем-то, предполагался пустой дом, не предполагающий жилье в нем. То приходится взорвать канон изнутри него. Я покажу, как это было сделано им. И после того, как уже сказано, А приходится говорить и Б. То есть после того, как он запускает силы, взрывающие его же канон, ему приходится эти же принципы воплощать и в его постройках, не относящихся к церкви. Если что-то запустил, то оно уже как бы есть. И с этим приходится тоже работать. Примерно то же самое настигла участь Ир Антона фон Веберна. Веберн, правда, это проявил в меньшей степени, потому что умер рано. Но он погиб, да, его убили, если называть вещи свои именами. Что есть система Веберна? Для тех, кто не музыкант, и придется чуть-чуть подробнее объяснить, имя Веберна связано с концепцией сериализма. Дело в том, что в 20 веке, в первой его половине, да и во второй, было распространено такое явление, как сериализм. Именно не серийная музыка, а сериализм. Серийную музыку, как считается, создает Анной Чонберг в 20-е годы 20-го столетия. Она была основана на том, что 12 тонов гамма, в октаве у нас ровно 12 звуков, могут следовать только подряд. В определенном порядке, в прямом, в обращенном, в зеркале и так далее. То есть в самом произведении общее количество звуков условно было равно. Условно. Таким образом избегались психологические устойки, попытка вернуться в прошлое к искусству 19-го века. Понятно, что если на гармонии были воспитаны целые поколения музыкантов, когда они пытались от нее отказаться, в общем-то бессознательно у них это не получалось. Они на нее все время скатывались. Поэтому нужно было создать такую систему, которая эти устои из музыки выкидывала. Кстати, процесс абсолютно тождественный тому же, что происходит с других видов искусства, в частности в той же архитектуре, достаточно сравнить здания модерна и модернизма. Сегодня только показывал своим студентам в институте журналистики. У нас там благо находится прямо напротив здания Мостельпрома. Можно посмотреть. Так вот, особняк Морозова, его башня, представляете, да, себе испанское подволье? О, со всеми этими рюшечками каменными и прямо напротив него почти такая же башня, причем именно башня, потому что само здание дореволюционное, конструктивистское там только башня. Такая же башня, только как будто с нее все ручки скололи, причем так, стамеской. То есть она такая еще королевноватая стала. Вот как бы разница между модерн и модернизмом. То же самое делает Чонберг, то есть мы все вот эти устои-зацепочки сколололеем и становится выравнивается. Но если в девятцетотонновой шкале на самом деле после любой ноты автор действительно мог взять абсолютно любую, чтобы мне не говорили другие теоретики, какие-то, которые говорят, что это очень жёсткий канал. Ничего подобного. То есть, если вам нужно взять после этой ноты ту ноту, которую у вас в серии через семь, это значит, что вам просто за это время нужно внизу в аккомпанементе остальные шесть прогнать. Всё. Вы ноту в мелодии любую получаете, такую, какую хотите следующую. Но это была действительно полная свобода, свобода через ограничения. А помните, что делает Вебер? Мы это разбирали немного. Касались эти проблемы в первом сезоне. Веберн вводит такие же серии на все остальные параметры. На артикуляцию, на громкость, на длину ноты. И, казалось бы, он в большей степени структурирует, коммунизирует свой произведение. Он становится уравновешенным, выверенным и так далее. Но черта с два. Ведь как сопрягается звуковая серия с серией, предположим, артикуляционной. Да никак. Даже если вы таких же 12 параметров ведете, это же то же самое, что сравнивать вечер с пятницей. Какая, то есть может быть связь между звуковой высотой и способом ее извлечения, там, акцентом, да, или плавным касанием. Связь не может быть никакой. То есть он вводит различные силы, которые взрывают целые, взрывают его куски изнутри. То есть сначала это было незаметно. У него в творчестве это еще почти незаметно. Но это будет заметно после Второй мировой войны. Когда, собственно, это произойдет во всем искусстве. И наступит уже постмодернизм. По большому счету именно модернизм, а два их главных представителя, это Веберн в музыке, Корбюзье в архитектуре, если бы на эти виды искусства, именно их творчество и приводит к появлению постмодернизма. То есть постмодернизм это и есть та скрытая ересь, которая была изначально в модернизме, которая разорвала его просто на части. То есть по сути сериализм это подписание смертного акта серийной музыки. Понимаете? Потому что это отдельные составляющие, которые уже никак не могут быть объединены в единое целое, они объединяются только бумагой, только собственным контекстом. Это и не плохо, и не хорошо, это говорит просто о том, что постмодернизм не на пустом месте возникнет. И это на самом деле удивительно, потому что об этом-то как раз никто не пишет. И так, все-таки обратимся теперь к некому взгляду историческому. Я уже сказал, самое главное, в чем они наиболее похожи. А теперь мы пытаемся проследить, в чем они похожи в частности. Потому что это поможет нам выяснить, как, собственно, мы пришли к состоянию искусства, которое мы имеем. Ну, если не совсем сейчас, то, по крайней мере, на момент конца 20-го столетия. Ну, если вы взгляните на годы жизни, то вы убедитесь, что жили они примерно в одно и то же самое время. Я выберу на 4 неполных года старше Ле Корбюзье. И, повторюсь, скорее всего, годы жизни бы его были примерно такими же. То есть он особо не страдал какими-то заболеваниями, да, то есть его просто убедились. К сожалению, в нашей культуре современной эти фигуры не равновелики. То есть если Корбюзье, имя Корбюзье знает, ну, фактически каждый образованный человек, то имя Антона фон Веберна, в отличие от имени того же Щенберга, известно значительно более узкому кругу людей. Хотя это и, ну, в какой-то мере не соответствует их значению этой фигуры. То есть если проводить параллель по значению, по, так скажем, известности между Корбюзье и кем-то из музыкальных деятелей XX века, то, конечно, надо назвать прежде всего Игоря Федоровича Стравинского. То есть вот Стравинский по известности такой же, как Корбюзье. Но сравнивать я Стравинского с Корбюзье не буду, ибо, опять же, это сравнение вечера с пятницей, да. То есть сравниваем мы то, что похоже. Тогда можно к каким-то интересным мыслям прийти. Если сравнивать то, что заведомо больше отличается, чем схоже, то мы просто это только и констатируем. Потому что оно действительно разное. Что же касательно того факта, что Вильям, будучи едва ли не богом для композиторов 50-60-х годов, они на него ориентировались фактически все поголовно, ну, может, редкое исключение составлял Ксенатис, но это тоже отдельная тема в конце будет. Так вот. Тем не менее, даже сейчас, если постройки Корбюзье стали абсолютной классикой, они посещаются миллионами туристов, капелла Враншани, та самая церковь, которая взорвала его систему, по большинству котировок называется самым главным архитектурным строением 20-го столетия. Ну вот. И она действительно обладает по истине культовой популярностью. Туда никак не могут влезть необходимые, то есть те люди, которые приходят на службу, потому что приходят на службу туда, говорят, до 10 тысяч человек. И, соответственно, служба проходит возле церкви, что благоразумно Корбюзье запланировалось изначально. Там есть внешнее алтарище. Он уже понимал, что туда ходить будут много людей. Таким образом, получается, мы демонстрируем этим взглядом, насколько музыка в 20-м веке претерпевает отставание от архитектуры популярности. Это действительно так. На данный момент именно архитектура является ведущим видом искусства. Я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что только там самые радикальные инновации встречаются на Уране. То есть чем более авангардное сочинение, тем произведение, тем больше с ним желают фотографироваться. И более того, оно приносит неимоверную коммерческую выводу. Достаточно привести в пример того же Гэри с его музеем Гуггенхайма в Бильбау. То есть даже есть такой в психологии и в социологии феномен. Феномен Бильбау он называется. Это феномен, когда совершенно по сути на пустом месте город, который не представлял особой исторической ценности, стал посещаться настолько туристами, что его прибыль и годовые возрасты чуть ли не в десять раз. Благодаря одному единственному зданию. При этом это здание это пик авангарда. То есть это дико авангардная постройка. Это деконструктивист, да, Огэри, который может себе позволить, то есть его приглашают строить даже небоскребы на Ванхэттене. И это небоскребы необычные. Это авангардные небоскребы. То есть понимаете, такого в области классического искусства, другого вида, особенно в музыке, мы не встретим никаким образом. Но так было не всегда. Если мы обратимся хотя бы на сто лет раньше, к времени, и сравним двух Вагнеров, я имею в виду Рихорда Вагнера и Паворда Вагнера, по их величию, наверное, они в той или иной степени сопоставимы. Вот-то Вагнер гениальный, фигура для архитектуры. Но, простите, каким обладал статусом Рихорда, с ним просто... Я не знаю, был ли хотя бы один деятель искусства или науки конца 19 века, который поддерживал или не поддерживал или не ослуждал Вагнера. Понимаете? То есть с ним в диску стували все. Абсолютно. Это и Верлен, и Маларме, и Бадлер, и кто угодно еще. Адорно. А Отто просто создавал выдающийся косметический искусство. И, в общем-то, как-то всем было до него особенный параллель. Да. То есть в конце 19 века господствовала опера. Первые пеплосы, первые массовые фильмы создаются полностью не драм театра, а под оперу. То есть их определяет эстетика Аиды. Исключительно. Если вы просто сравните постановки Аиды того времени и сравните ее с ранними итальянскими пеплосами, то там ему просто не нуждается в каком-то искусствоведческом анализе. Да это просто очки. В то время как сейчас опера, в общем-то, это нечто музейное. Это некий музей искусства 19 века. Редко 18 века, обычно все-таки 19 века. Еще интересным сходством между Веберном и Корбюзье, мне кажется, нужно назвать и то, что их стиль, их метод работы, они мыслили не как авторский стиль, а как точка отправная для последующих поколений автора. Это очень необычно. То есть, если в ту же самую додекафонию брать применительно творчеству Щенберга, то там мы можем предположить, что это не метод, а некий авторский почерк. Но каждый же автор пытался найти нечто отличное от его предшественника. В общем-то, это нормально, это закономерно. Но Веберн обращается к технике уже созданной. Таким образом, он позиционирует ее как не свойство одного творца, а как принцип. Принцип новой организации музыки как таковой. А Корбюзье же делает то же самое в архитектуре. Он создает свои знаменитые пять принципов как то, что должно организовывать градостроительство вообще по существу. Не только в его произведениях. Он не только активно поощряет постройки других авторов в этой манере, но даже иногда и участвует совместно с ними. То есть, здесь речь не идет, что он будет судиться за благиат. У нас пол Москвы построено по принципу Корбюзье. То есть, куда ни пойди, мы наткнемся на здание, полностью соответствующее этой манере. И через эту манеру, что опять же соединяет и Веберна, и Корбюзье, они пытались порвать наследие прошлого с наследием 19-го века. Как мне кажется, Корбюзье сходен с Веберном еще и в том, что и тот, и другой мыслили свое искусство как своего рода новую среду для человека, в принципе. То есть, среду нового видения реальности, если говорить о произведениях Веберна, о реальности иного совершенно типа, о по сути реальности, возведенной идеям или цифре, если угодно, да, если пифигаризму или платонизму. В случае же с Корбюзье, он говорит о том, что архитектор не должен мыслить домом. Дом – это мелко. Это, в общем-то, не интересно. Архитектор должен мыслить вообще окружающей средой как таковой. Он был теоретик градостроительства, он был теоретик формы жизни человека как таковой, ее оптимизации и сведению к максимально рациональным контурам. Вот это их с Веберном объединяет просто, да, мелочей. Веберн, как известно, свою музыку фактически высчитывал, да, он подчинил все числу, числу в высоком смысле этого слова, не то, что он ее рассчитывал как бухгалтер, да, а числу в пифагорейском измерении, числу как некоему альтернативе божества. Корбюзье же создает свой знаменитый мудулор «Человечка» а-ля витвавианского человека, Леонардо, где каждый сегмент имеет определенное усредненное количество сантиметров. Именно благодаря этим человекам, то есть все мерится не метрами, а человечками, то есть архитектура становится человекоразмерной. Что можно сказать еще о их сходстве? Ну, сходство есть достаточно значительное, да, где у меня тут есть? Как они связаны с нашей страной? С нашей страной оба автора связаны достаточно тесно, хотя и по-разному. Корбюзье здесь бывал. Корбюзье выигрывает удивительнейшим образом конкурс на создание здания Центра Союзов. Это была та замечательная эпоха, когда под патронтажем Троцкого поощрялась конструктивистская архитектура. Троцкий был убежден в том, что ключом к созданию нового человека является новый облик города. И, соответственно, появляются такие уникумы, как Мельников, Шухов и так далее. И на этот грандиозный проект подавали и многие наши архитекторы. И случилось невозможное. Когда они узнали, что Корбюзье подал свою заявку на конкурс, все они вместе написали письмо, что они отказываются принимать участие в конкурсе и просят присудить этот проект Корбюзье. На этот момент самое удивительное, Корбюзье не построил, по сути, ничего. На этот момент Корбюзье строил, если называть вещи своими именами дачи, это называется виллу. Виллу для богатых людей. Ну что, это богатые. Да, они были удивительные. Многие из них ходят сейчас к Золотой фонд архитектуры Европы. Но это были маленькие богатые. Собственно, никакого большого здания он на этот момент не создал. Но он уже сформулировал свои знаменитые пять принципов. Он уже издавал теоретический журнал, посвященный новой архитектуре. И этот журнал активно читали у нас в России. То есть для нас, для Советского Союза, Корбюзье был своего рода богом архитектуры. Человеком, который понял, какой она должна быть, как обновлять архитектуру. И, в общем-то, нашим архитекторам удалось убедить власти, что такая постройка просто необходима в новой столице Советов. Это здание появляется. Корбюзье несколько раз приезжает, чтобы курировать постройку. Постройка, правда, состоялась не совсем так, как ее мыслал Корбюзье. Корбюзье предлагал несколько раз план Новый Москвы целиком. Ну, это, в общем-то, наверное, хорошо, что это не произошло, потому что он, конечно, предлагал снести все. В смысле совсем. И строить заново, потому что по его представлениям нужно не дом строить, а нужно планировать весь город с нуля. Так как у нас никто не собирался строить на пустыре город с нуля, то здесь нужно было сносить то, что есть. То же самое он предлагал и в Париже. Там это обрело более-менее внятную форму, потому что проект УАЗН полностью выстроен. То есть не то, что выстроен на практике, он выстроен в проекте. То есть это была уже созданная концепция, которая должна была занять большую часть территории современного Парижа. Но там это тоже не было принято, к сожалению. Или к счастью. И что здесь делают Корбюзье? Корбюзье строит этот дом. Прошу обратить внимание, этот дом на проспекте Академика Сахарова, он есть и поныне, является одной из главных достопримечательностей столицы. Особенно и у иностранцев, которые приезжают в Москву. Одна из первых построек, после Кремля и еще одного количества того, что всегда смотрят, посещают, осмотривают это здание. Потому что у Корбюзье не так уж много построек, а таких крупных совсем мало. И обратите внимание на основное здание, на не вход вот этот, а здание с правой стороны. Говорят, что это чуть ли не первое в истории здание с фонтальными стеклями. То есть сейчас это в общем-то норма. Нам кажется, что небоскреб вообще должен так выглядеть. Хотя они выглядели так относительно с недавнего времени. Так вот, фронтальное стекление здесь является абсолютной инновацией. То есть это нечто умопомрачительное. До этого, насколько я понимаю, несколько раз применялось фронтальное стекление, но в заводских постройках. Это же боковой фасад, скажем так. Да, да. Это фасад, который здание само выложено совершенно потрясающим материалом. Это армянский туф. Это натуральный камень. Изначально он был бледно-бледно-розовый. То есть это он сейчас потемнел и приобрел такой оттенок. Это, кстати, тоже характерная черта творчества. Карбюзер, он считал, что материал должен стоять. Он говорил, что материал, который сохраняет идеальное свойство, не человеческий. Ибо только морщины выдают подлинность человека. Остальное – это маска. Поэтому он предпочитал либо натуральный камень, либо бетон, на котором тоже мельчайшие трещины, очень видны хорошо. И, в общем-то, их не нужно деставрировать как щитолон, либо бетон, в общем-то, рассчитан на достаточно долгую эксплуатацию. Просто облик меняется. Рядом с этим зданием, если говорить о Москве, не так давно, в 15-м году, если памятник не изменяет, установлен даже памятник. Как везде. Ну, я сейчас трудом представляю памятник Веберну в Москве. У нас скорее Цою, да, он поставил памятник, чем Веберну. То есть, с нашей страной он был связан очень тесно. Не договорил мысли, почему этот дом не был воплощен в своей изначальной форме. Ну, во-первых, нет накрылся. И поэтому никакого центра союза, собственно, союза кооперации, естественно, быть уже не могло. Это здание передают в ведомство легкой промышленности. Им здание нужно было совершенно в одной форме. Вот. И самое-то главное, что там, где должен был быть центральный вход, не проложили улицу. Там выстилась, спланирована еще одна улица, которая устраняла несколько старинных построек. Они сохранены, поэтому проект не доведен до конца. Не доведен до конца, потому что достраивался он уже без карбюзе, он сюда уже не приезжал и не жаловали здесь. Потому что Сталин, в общем-то, не любил авангард, мягко говоря. Если говорить не мягко, этих людей просто лишали пожизненной работы, не могли себе найти место и применение. В общем-то, эту постройку власти высмеяли и назвали свиноматкой на тонких ножках. Здание, которое является, ну, наверное, одним из важнейших в истории двадцатого века. То есть, в общем-то, Сталину нравились, как говорят, больше всего статуи на метро площадь революции. И как шею века. Говорят в Крузинском акте. Это из воспоминаний Душкина, автора самого станции, который как раз был тоже против скульптуры. Может быть, когда-нибудь я расскажу об этой станции. Это классический пример того, уникальный пример того, как архитектура может воплотить процесс постройки самому себя. То есть, то, как полок в живописи зафиксирует сам процесс. Душкин, опять же, который у нас молод, кто знает даже, зафиксировал сам процесс. Если вы бываете на этой станции, вы помните, как выглядят арки. Они круглые, с квадратным проходом, полуквадратным. Так вот, это первая станция в Москве глубокого заложения. Ее пробивают изнутри. Так вот, когда ее пробивают, вот эти круги, да, взрываются. И ставятся квадратные распорки. То есть, оно точно имитирует саму форму создания этой станции. Совершенно уникальный пример архитектурный. То есть, я как раз показывал, что тогда архитектура еще не была главным видом искусства. И, в общем-то, новации в ней не приветствовались. Скорее, в музыке приветствовались. Хотя, в общем-то, Сталин уже столько еще не был. Что касательно влияния Карбюзе, то оно на Москву повлиял, ну, наверное, он просто создал пол Москвы. Но не он, а его последователи. Самое известное это здание Наркомфина, в котором идеи Карбюзе воплощены, в общем-то, больше, чем у самого Карбюзе. Это Гинсбург, прежде всего. Сейчас это здание, наконец-то, будет восстанавливать его изначально. Совершенно уникальная постройка, которая воплощает все концепции Карбюзе. Ну, таких построек, как вы видите, внешне очень много. В России не так давно я даже видел совсем новый дом, построенный в городе Пушкино, я его в конце покажу, который, ну, в общем-то, от Карбюзе мало чем отличается, а речь идет о 21 веке. Веберн никогда не бывал в Советском Союзе, однако его ключевой ученик Филипп Моисеевич Гершкович, это очень важная фигура Веберна, не так много учеников, особенно известных, он во время войны бежал именно в Советский Союз. И он здесь преподавал, он не был в изгнании, он, как ни странно, попал, в общем-то, в нормальные условия. После войны Сталин достаточно быстро скончался, ситуация немножко поменялась, и у него учились все. То есть совсем бухгаловы, то есть к нему ходили даже все те, кто, думаю, не учились. И поэтому, то есть он здесь преподавал до 87-го года, потом он эмигрировал назад в Германию и там скончался. То есть, представляете себе, с 40-х до 87-го, это колоссальный объем времени, и у него учились, собственно, Волконский, Денисов, Сильвестров, Губайдулина, Устин, Пекарский, Гутман, Любимов. То есть перечислять можно до бесконечности, даже я учился у учеников Держковича. Здесь влияние опосредованное, влияние не прямое, но влияние школы Веберна было. И если обратиться к русскому авангарду 60-х годов, то, в общем-то, он во многом будет завязан именно на фигуре Веберна. Даже не столько Шенверка, но и достаточно Волконского, да, сравнить с Веберном, будет видно, что там Веберну больше, чем Шенверка. И первый вопрос, который должен быть нами задан в связи с их системами, с их сравнением, это когда? Когда? Появились? Параллельно ли, непараллельно? И в чем была эта суть? Если верить Ле Корбюзье, а верить, в общем-то, ему не всегда можно. Как показывает практика, это как часто любят художники и авторы, да, приписывают своим сочинениям самые чудные даты. Это не всегда происходит по злобе душевной. Вот я лично свою биографию, а если это было не на прошлой неделе, могу два-три года, а может и лет пять перепутать запросто. И когда спрашивают, когда, приходит, есть выручалочка, да, там Википедия, заходишь, серьезно читаешь про себя, на полном серьезе. Ну там же должна быть правильная информация, ей я доверяю больше, чем своей памяти. Или каким-нибудь отчетом. Так вот, если верить Корбюзье, то он создает свой знаменитый проект «Дом и Го» в 2014 году. Это, на самом деле, вот то, что вы видите сейчас, это, наверное, событие масштаба мирового, как Эйнштейновская диссертация. Почему? Потому что каждый дом до этого момента проектировался с нуля, то есть вообще с нуля. Этот дом предполагает любое количество этажей и любую протяженность. Это модульное жилье. Это то, чем пользуются до сих пор и то, что сейчас кажется просто очевидным. Потому что оно совершенно колоссально экономит средства с обой стороны, а с другой стороны предлагает отработанную схему, то есть качественное жилье. Жилье реально качественное. Потому что, как показывает практика, в домах великих архитекторов как раз жить хуже всего. Но они предлагают инновации, которые застройщик, подрядчик, не может адекватно выплатить. То есть они отрабатываются уже радиаторами. То есть теми, кто будет копировать их дома. Вот там будет все хорошо. А новаторские мысли, как правило, не предполагают уже отработанные схемы. Здесь же схема идеальна. Мы видим конструкцию, которая может разворачиваться в любом направлении. Это и есть канон. Канон в чистом виде. Это дом свободной планировки с стандартным каркасом. И заметьте, здесь нет несущих стен. То есть значит его можно организовать как удобно. И любопытно, что уже в этом доме мы видим конструкцию, поднятую над землей. Пока не радикально, но все же. То есть это значит дом уже изначально пригоден даже для постройки в болотистой местности. В местности, где возможно затопление. Дом абсолютно у меня, кстати. Остается только его оплавить по такому принципу заказчика. Как в это же время, заметьте, создаются автомобили. Это уже время. Автомобили же создаются не так, как сейчас создаются только шасси. А кузов, карету, вы заказываете в каретную мастерскую. И по вашему вкусу на это шасси наденут все что угодно. Хоть и реально карету. Даже хоть с изображением коней. Что вы хотите. За что платите, то и получается. За три года до того, как Кальвизье создает свой дом и но, Антон фон Веберн, который, напомню, был старше на три с лишним года, как раз на этот самый срок. То есть они были абсолютно в одном возрасте, когда создали свою модель, свою икону, как это называет Айзенбанг, пишет свой опус десять. Знаменитые пьесы, пять пьес для оркестра, крошечное сочинение, идущее минут шести минут, однако состоявшее автору мировых слов. Заметьте, девятьсот одиннадцатый год. В этом цикле, во-первых, автор начинает также тяготеть к предельному аскетизму, как мы видели в дом и но, Кальвизье. К открытому пространству. Не знаю, насколько видны ноты, но, в общем-то, обычно музыкальное произведение так не выглядит. То есть здесь очень много незаполненного пространства. Там, где черные такие точечки, длинненькие, это паузы. Это то, что не звучит. То есть здесь очень мало, это отдельные точки. То, что потом назовут пуантилизмом, точечным письмом. И он впервые пользуется, заметьте, двенадцатитоновой техникой задолго до ее теоретического изобретения Шангета. Здесь это происходит на интуитивном уровне. Это не теоретизировано, потому что такой принцип воплощен не во всех пьесах. Но в этой пьести последовательно применяется околодододокофонная система. Почему околод? Потому что они подряд идут. Здесь нет докоходов, зеркал. То есть, она не столь сложна, как система именно дододокфонии. Она не дитуматизирована, но она уже есть. Так же, как и в Дом и Нор, здесь есть почти все, что будет в пяти принципах архитектуры, которые мы рассмотрим с вами. Который создаст Корбюзье, опять же, абсолютно в то же самое время, когда Ченбер пишет свою принципу додекафонии. Абсолютно в одно и то же время. Прямо просто Ролан Барт бы радовался, если бы знал ему, как это описать. Письмо эпохи в любом искусстве разворачивается независимо от его автора. Собственно, автором является само время. Вот такие удивительные параллели, которые редко замечают, но которые, на мой взгляд, ну просто фантастические на самом деле. То есть оба автора не просто создают свои каноны в одно и то же самое время, но создают их в одном и том же возрасте. Теперь главный вопрос. Что? Когда разобрались, да? Как вроде разбирались в начале, когда и говорили о каноне? Что теперь? В 20-е годы Корбюзье формулирует свои знаменитые пять принципов, которые мы сейчас разберем, и несколько триад. То есть у него это, опять же, не только 12 тонов, да, но и несколько форм с ними обращения. Начнем, пожалуй, с пяти принципов, которые назывались точно. Пять отправных точек архитектуры. Мыслилась архитектуры будущего, естественно. Когда он их сформулировал, тоже не совсем ясно, нам даты плавают, но короче, в 20-е годы. Понятно, что в 20-е, потому что его здание Центра Союзов уже полностью их воплощает. Первый принцип – это столбы опоры. То есть до Корбюзье любой дом представлял собой в полном смысле слова «преград». То есть дом нужно обходить. То есть город превращается в лабиринт, в котором человек не свободен по определению. То есть человек, если хочет куда-то идти, он должен идти по тем принципам, по тем условиям, которые задает ему городская застройка. То есть нужно обходить. И можно даже попасться в ловушку. Да, кажется, что это, в общем-то, двор закрытый. В принципе, это то же самое, что делает и Веберн. Об этом скажу чуть позже. Здесь концепция свободы доминирует. Не случайно Корбюзье, вообще будучи ополитичным, часто сравнивался с левыми, и отождествлялся. Потому что, конечно же, в данном случае подразумевается, что дом сносит любые преграды. Дом освобождает пространство, лозунг «долой преграду», и пространство становится функциональным. Его можно использовать как угодно. Под парковку автомобилей, под парк, разбитый под домом, под просто место, где можно свободно пройти, ни на что не натыкаясь. Более того, у Корбюзье была идея этическая. Он говорит о том, что все дома прошлого были паразитическими. Они воруют пространство у природы. Человек ворует у земли. Если мы не можем иначе, если мы можем жить только в созданном жилье, мы должны отдавать своего рода. И здесь он предлагал под этими домами разбивать парки. У него идеальная концепция города внутри парка, и здесь вокруг парк, и парк, который может быть под самим домом. Или как здесь, то место, где дети, в общем-то, могут играть в мяч или еще что-то. То есть это уже философская идея, а не просто идея конструктивная. Хотя, скажу сразу же, конструктивная идея здесь была, наверное, еще более традиционной. Вы представляете себе, что дом на протяжении, я не знаю, собственно, всего времени существования архитектуры, в общем-то, выглядел всегда только как то, что мы можем посмотреть со всех сторон и сверху. Вообще, у дома есть еще и основания. Но основание всегда соединялось с землей. Дом буквально вырастал из земли, и этим был связан как архитектурная постройка. То есть мы не могли его воспринять как целостное произведение. Здесь впервые дом отрывается от земли, и его основание, его днище тоже может быть спланировано архитектором и является частью архитектурной постройки. То есть мы впервые видим дом снизу. То есть это революционная идея, идея абсолютно уникальная. Но здесь вы видите виллу «Свуа». В русском языке прижилось название «Собой». Такие изражения типичны, в общем, для русского языка. Ну, например, «Кудзон», да, «Котворец». Так что не только речь идет о французском, но и о других языках. Совершенно потрясающее здание. Сразу оговорюсь, постройки карпюзьё дико нефотогеничны. То есть если вы посмотрите видео с ними, видеоролик, вы поймете, что это едва ли не совершений, это точнее 100% совершений, чем зимние расстрелы. То есть это намного красивее. Но они вот именно дико нефотогеничны. Как и он, как фигура, да, в общем-то выходил всегда криво как-то. Также и на фотографиях они неэстетичны. Есть много видеороликов с ним. Я не был в вилле «Свуа», но я смотрел много видеоматериалов, где буквально каждый квадратный метр обходят с камерой и представляют всю конструкцию, она потрясающая. Другой дом, который вот как раз воплощает эту же идею, я хочу просто показать, что основание может быть разным. Это дом в Марселе, рассчитанный, заметьте, на рабочий класс. На рабочий класс были рассчитаны не как у нас в Хрущевке, а двухуровневые квартиры, если что. То есть рабочий класс, как его понимают во Франции, был несколько иной. Поэтому для нас остается загадкой, да, в будущем 68-го года. Здесь, заметьте, 47 лет. Сейчас покажу, как выглядит эта постройка внизу. Это тоже эстетика. Когда будем смотреть дальше его архитектурные постройки, вы заметите, что то, что сейчас нам кажется как некое упрощение, как некая простота вот эта бетонная, то есть для него это высшая красота есть. То есть это некий брутализм. Его некоторые постройки действительно относят к этому направлению, к брутализму. То есть вниз, здание его днища становится также произведением искусства. Впервые. Это не подвал, да, нечто такое, куда лучше не спускаться, а нечто прекрасное. Что еще нужно сказать? Следующее правило, второй принцип – это плоские крыши террасы. Философская идея Корбюзе была даже более радикальной, чем я высказал. То есть он сказал, что мы не только, говорил, не только должны не уворовать землю, земли у природы, мы должны ее удвоить. И он предлагает делать плоские крыши, на которых нужно разбить сад. Так. Это действительно очень радикально, потому что в этом замечаются идеи каббалистические. То есть человек должен не просто разрушать природу, он должен помочь Богу довести ее до состояния совершенства. Вот эта коммунистическая идея, в общем-то, типичная для европейской мысли 16-го столетия прежде всего, она здесь возникает. Я думаю, она возникает не случайно, напомню, он родился в маленьком городке в Швейцарии. В той самой Швейцарии, в которой родился Карл Густав Юнг, и который описывает состояние на момент, вот как раз, жизни и работы, да, Карбюзье, что, в общем-то, там можно было встретить даже магические практики времен едва ли не Палеолита. Ну, то есть там традиция настолько живучая, что, я думаю, идеи 16-го века там, в общем-то, могли даже как инновации восприниматься. А теперь сравните с вот таким, заметили, запомнили? Это у нас в Москве. Карбюзье здесь копировался просто, можно сказать, что Москва наполовину города Карбюзье. Сложно не наткнуться на такие постройки. Так, правильно называется интернациональный стиль, да, если-то называть вещи своими именами. А вот, собственно, крыша. Это крыша Вилл Суар. Здесь, вы видите, терраса с парком. Ну, там садик небольшой, но, тем не менее, то есть он приумножает пространство природы. Или опять тот же самый домик для рабочих в Марселе. Там был бассейн. Там были точки панорамных видов на горы. Совершенно фантастические. Напомню, для тех, кто не знает, Карбюзье был очень крупный художник. Один из основателей серьезного направления в живописи 20 века, такого, как пуризм. И он пробивал окошки там, где считал, что оттуда вид – это именно пейзаж. Ну, поэтому иногда у него окошки очень странные расположены. То есть это не иррациональность, да, это именно подход художника, что вот смотри вот так, вот так красиво. Более того, на второй части, на обратной части этой же крыши был детский сад. То есть он считал, что детей нужно огородить от чего прежде всего? От автомобиля. Так как там очень высокие стены, да, ребенок не перелезет, то там функционировал нормальный такой детский сад. Солнце, растения, бассейн тут же. Представляете, какая роскошь, да, у рабочего класса бассейна. И какая самая уникальная концепция этого Корбюзьера. Второй принцип – удвоение природы. То есть человек должен не разрушать природу, а встраиваться в нее в прямом смысле слова. То есть жилые этажи шли между природой и природой. И выходили на природу, об этом я скажу чуть позже, это будет четвертый принцип. Третий принцип – свободная планировка. То есть раньше дом зависел от стены. Несущие конструкции были стены, и соответственно, как они поставлены, в общем-то, переделать их нельзя. А если вам достается дом уже построенный, или вы его заказчик до строительства, то вам придется каким-то образом им приспосабливаться. А Корбюзьер, как раз, наверное, задолго до психологов, говорит о том, что, собственно, здание формирует человека. То есть сейчас для психологов это очевидно, да, что на нас влияет контекст. А Корбюзьер об этом пишет еще в 20-е годы. Психология – это как наутрище, по сути, по-моему. Она зарождалась. Он говорит о том, что здание должно строиться на несущих опорах. Поэтому внутри полностью все пространство свободно, и оно может быть занято и разделено перегородками каждым конкретным жильцом по своим усмотрениям, по своим нуждам. То есть здание реализует потенциал внутренней нужды человека, а не человек адаптируется под здание. Опять же, человек – это часть природы, и здание пляшет под природу, а не наоборот. То есть если это офисное здание, мы можем туда вместить 10, предположим, офисов на этаж, можем 20, а можем 3. Каким это чудом происходит, на это играет следующий принцип – ленточные окна. Он отказывается от разделенных окон и дает полностью остекленное пространство, а, соответственно, как мы его делим – это уже наше личное дело. Мы можем поделить на сколько хотим. Уникальное совершенно влияние на вообще мышление 20 века как таковое. Заметьте, тут же приведу параллель, насколько это близко музыке. Вы помните, что делают Чонберг и Веберн? Их ключевое достижение – это эмансипация диссонанса. То есть внутри гармонической системы 19 века были опоры, устои – это стены, несущие конструкции. И, собственно, любое созвучие в них, то есть там секунда, предположим, или септима, или неустойчивый какой-то аккорд, он должен был с необходимостью разрешиться в устое. То есть это некое напряжение, которое с необходимостью должно было быть разрешено. Получается, все пространство музыки 19 века держалось на вот этих стенах трех базовых функций – тоники, доминанты, субдоминанты и доминанты. Все остальное было неким проходящим, что должно было быть разрешено. Но эмансипация диссонанса делает любые созвучия равными. То есть это то же самое, что освобождение пространства у кармюзе, где каждый автор сам выбивает, как в конкретном сочинении он будет использовать эти созвучия. Что будет для него устойчивым или неустойчивым? Ибо оказалось, что устой и неустой, в общем-то, феномен исключительно конвенциональный, а не природный. В том же самом звуке как таковом содержится такое большое количество неустойных в качестве обстановок составляющих, что и однако это нам не мешает этот звук воспринимать как нечто единое и неустойчивое. Так что природного-то здесь ноль. Это было именно культурное, обусловлено прежде всего рациональными принципами эпохи классицизма. Так что здесь параллель тоже просто идеальная. И наконец, собственно, ленточные окна, о которых я сказал, это одна из визитных карточек кармюзе. Он причем дает именно в большинстве случаев не панорамное остекление, то есть не полное остекление, а ленточное. Потому что, конечно, по тем временам сделать водорамное остекление, это значило, в общем-то, сделать дом холодным. Стекло тогда, листовое стекло, это только начинало входить в моду его производства. По-моему, в двадцатые годы впервые начинается именно листового стекла, толстого стекла, из которого стены можно делать. И, собственно, первая постройка, которая выполнена полностью из него, дом Франсворд Миссова Дороя, ну, в общем-то, владелица даже в суд подавала на архитектора. То есть там было дико душно, и туда благополучно пролазили спокойно комары в любых объемах. Потому что стекло нельзя было подогнать, вот прям тетельком, там были некоторые зазоры. А герметик тогда не существовал. Что за идея здесь была, кроме друзья? Опять же, идея, как нерелигиозный человек воспринял религию в детстве. Он воспитывался, понимаете, что такое маленький городок в Швейцарии, да, начало, конца девятнадцатого века. Это, конечно же, религиозная, очень догматизированная община. И напомню, что солнце, это и солнце Христос, и свет в учении отцов в церкви, ведущий еще от Аргустина Блаженного, это Бог. И для него всегда светлое помещение было просто мечтой. Он стремился всегда к тому, что человек должен пользоваться естественным освещением. Это не только экономит деньги, да, но и свет совсем другой. И если вам он не нужен, вы можете зашторить окна, но если он вам нужен, вы должны получать его по максимуму. Судьба сыграла с ним злую шутку. Его супруга очень, она модель была, и она очень тяжело переживала свое старение. И, в общем-то, в их доме всегда был почти мрак. Она хотела, чтобы не было видно ее мужчину. То есть они жили фактически в полмраке. То есть это как раз ад для Корбюзье, и более того, она была очень скверной хозяйкой, она была алкашкой в полном смысле слова. То есть она, это диагноз, это неопределение, да. И, в общем-то, у них был дичайший бардак, а это человек, который хотел всегда рационализировать все, чтобы все стояло. То есть он жил в аду. Опять покажу, вот показал вам уже, собственно, вилус ВА, и еще один пример вот такого света. Здесь вот свет, да, падает, освещает постройку. Сейчас не включено никакое электричество, да, и мы видим свет дворца ассамблеи в Индии, которую он строил. Да. Или вот как внешне выглядят окна вилды с ума. Сплошный бардак. Ну и также в нашей московской постройке, да, здание центра Союза, то есть вот это ленточное остекление, и я уже показывал остекление впервые сплошное, да, которое он применил именно в здании центра Союза. Здесь о солнце, как говоря, нельзя не сказать еще и о триаде Корбюзье. Это триада, это солнце, пространство и природа. Это как раз начерченный воркой. Это я сделал принскрин с фильма о Корбюзье. Опоры не воруют у природы землю и дают открытое пространство, да, вот оно пространство под домом. Куда попадают опять же солнечные лучи, да. Крыша терраса удваивает пространство и увеличивает возможность посадки растений, это природа. Человек, отдыхая на террасе, имеет неограниченное количество солнца и прекрасный вид на парки, ибо он считал, что только с одной стороны должны быть улицы, а с другой стороны должны быть парки. Обязательно. И таким образом человек находится как будто бы в горах, с крыши дома наблюдает за парком. Опять же напомню, он вырос в горах. Человек в горах. Свободная планировка и огромные окна дают неограниченное пространство и свет. То есть вот этот ряд и реализован вот в этих пяти правилах. То есть у него противоречий-то в концепции никаких не было, именно поэтому она и взорвалась. То есть это как раз непротиворечивые эти. Противоречивые концепции очень долго живут, потому что их как-то не выворачивают. Ну, в этом смысле наиболее показатели, да не обидятся на меня христиане, евангельские тексты. Поэтому они так долго живут, и поэтому, собственно, они не могут определять культуру, потому что там, в общем-то, можно привыкнуть в любую сторону. А здесь можно раскладывать только с одной точки зрения. И, наконец, пятый принцип, последний принцип Корбюзье – это свободный фасад. То есть теперь фасад становится любой. Фасад может заказать себе каждый, какой захочет, и фасад с точки зрения Корбюзье должен быть идеально простой. Он должен демонстрировать саму форму здания. Ибо раньше здание терялось в том, что психологи бы назвали частичный объект, а теперь мы должны видеть саму форму. Ну, вот, замечательное построенное послевоенное – это центр Корбюзье, в Цюрихе. Он оформлен его картинами, да, в духе куризма. Это нечто среднее между кубизмом Пикассо и Мандрианом. То есть упрощенная такая живопись, стремящаяся к чистым цветам, но, так скажем, то, что возникло – это посткубизм. Есть такая статья у Корбюзье, она называется «Посткубизмом». Как раз это и есть манифест куризма. И вот еще один фасад – это музей Леопольных Токеров. Идеально прямой фасад. Здесь не нужно думать, что не токер, они просто с другой стороны. Ну, и в дополнение к этим пяти принципам, Корбюзье еще будет весьма интересную вещь. Он вместо лестниц везде, когда это возможно, дает пандусы. Пандус, в общем, это лестница без лестницы. Опять же, и здесь даже философия. Когда его в Советском Союзе спрашивали, а зачем, в общем-то, советскому человеку пандусу? А там красиво так закручивается, постепенный подъем. Он говорит, ну, вообще человек не должен тратить ни секунды времени. То есть с утра человек получает газету, и когда он идет на работу по пандусу, он может читать. И не споткнется, соответственно. Ну, пандус, в данном случае, очевидно, что это полный аналог додокафонной системы. То есть если в первом случае мы имели ступени, которые даже называются как лестницы в музыке, которые имеют разную функциональность, и об них реально можно споткнуться, то додокафония разворачивает всю шкалу в пандус. Там каждая нота тождественна, и они восходят чисто акустически, потому что каждая последующая выше, чем предшествующая. Я имею в виду линию 12-столовую, а не серию, да, как таковую? Там нету понятия ступени, ибо они функционально равны. То есть это пандус в чистой мете. Откуда такая тяга к простоте? Отец Корбюзье имел очень редкую профессию, он был эмальяр. Эмальяр, ну, как вы знаете, в Швейцарии производят часы, ну, пять часы, к сожалению, без работы эмальяра, хотя и произведены на старейшем заводе в Швейцарии, просто работы с эмальяром будут стоить в энное количество дороже. Так вот, эмальяр – это тот, кто вручную создавал циферблаты. И он застал момент кризиса этой профессии, все переходили уже на фабричное производство часы, это удешевляло их производство, а во-вторых, он наблюдал буквально воочию, как в начале 20-го века с всяких расписных совершенно потрясающих циферблатов все чаще и чаще заказывали белые с цифрами. Как упрощалась конструкция, и Корбюзье, кстати, не имел профессионального образования как архитектором, он не был архитектором, он был тоже эмальяром, он пошел по стопам отца. То есть это не значит, что он не имел опыта, он сначала подрабатывал, то есть в соотружестве с самыми видными архитекторами создавал здания, как соавторы проектов, что, в общем-то, не было удивительно для начала 20-го века, тот же Мисс Вардерое, о котором я уже говорил, то есть легенда первой половины 20-го века, у него из образования было три класса цифрова. Собственно, больше ничего. А это человек, который спроектировал Василию Билдину. Первый небоскреб современного типа, в 58-м году, Москва-Сити, а он покрасивее. И такая же триада у Корбюзье дана еще на весь город в целом. Три сферы жизни. Деловая сфера, бытовая сфера, досуговая сфера и соединяющая это все транспорт. То есть он пытался структурировать вообще все. То есть город как идеально выверенная структура, в которой человек не должен пересекаться с дорогой. В то время, как вы, наверное, знаете, не были нормализованы правила дорожного движения, там буквально два или три правила было, и люди очень часто гибли под колесами автомобилей, значительно чаще, чем сейчас, хотя понятно, насколько больше сейчас автомобилей. И он предлагал иногда совершенно фантастические идеи. Например, когда он предлагал проект Рио де Жанеля, там, правда, он уже был менее радикален и предложил Рио де Жанеля достроить, а не снести Рио де Жанеля. У него была идея, что все дороги будут созданы над домами, то есть под домами. Но мы сейчас можем себе представить, как бы было весело тем, кто жил под дорогами и посредством. Вообще такие постройки есть, особенно в Азии. Там есть даже постройки, где метро или железнодорожные поезда ходят внутри дома. Но, в общем-то, Корбезье был революционером в этой области, он предложил выкинуть машины так, чтобы человек никак не мог попасть под колеса автомобиля. Здесь получалось, что крыши заняты уже, конечно, не такими красивыми вещами, но вещами весьма полезными, опять же, не в обычном природе места. А зато внизу под домами разбивались необозримые красоты и парки. Он довел принцип рационализации жилья до всего, просто до предела. То есть нам сейчас кажется это чем-то очевидным, например, это именно время в Азии и Корбезье именно ими создаются. Во-первых, вот эти стулья, которые, их модели продаются до сих пор очень успешно. Есть стул Корбезье, есть стул не с Азии, понятно, что они сейчас стоят очень легко. То есть изгнутых железных конструкций, простейший стул не деревянный, тяжелевый, да, а легкий, практичный. Все мебель конструкторов. Это то, что Корбезье сделал свой дом для этих бедных рабочих в Марселе, то есть оно сдавалось совсем уже. То есть там уже было все. Кровать, убирающиеся в стену, кухонные шкафы совершенно потрясающие, где полки верхние были вот такие наклонные, где были набиты типа, ну не гвоздей, да, а таких выступов, на которые можно было размещать. Кастрюли, стаканы, которые не падали, но которые были видны. Та же площадь, что и так, но не нужно подниматься на стул, чтобы посмотреть. То есть его идея охватывала вообще все человека как такового. И как говорят те, кто бывали в его домах, я не был, да, то есть это, в принципе, это жилой дом, нужно к кому-то в гости идти. То есть, несмотря на маленький квадрат, они воспринимаются психологически как огромные. То есть они настолько практично рассчитаны, я сам сталкивался с этим, либо одну квартиру рассчитывал сам, то есть сносил там все абсолютно по одной, и она создавалась с нуля. Несмотря на то, что она очень маленькая, она воспринимается незаизмеримо больше, чем другая даже. То есть это психологическое пространство, то, с чего я начал, да, как канон воспринимаемый. Психологические его контуры и реальные, они совершенно различны. Ну, и наконец, наверное, последняя квинтэссенция всего Гарбюзье – это его книга «Вуглор». Ну вот, собственно, вы видите «Вуглор». Это человек, стоящий, поднятый рукой. Его рост чуть-чуть меньше моего. Это 182,9, если изменять память. Да, 182,9. То есть это такой среднестатистический человек, которым и идет измерение всего. Не метрами, абстрактной, да, единицей абсолютно к человеку никак не привязанной, а, собственно, вот этим «Вуглор». Критика на него обвалилась совершенно ужасная, кстати, на «Мудулов» прежде всего. Ну, во-первых, понятно, завопили феминистки. Это очевидно, да? А почему мужчина делается, а почему не женщина? Ну, не знаю, насколько это оправдание имеет значение, но можно было два «Мудулов» конечно сделать. Можно было еще отдельно комнату для феминистов, квартиру для феминистов создавать. Ну, бывают же там сейчас всякие автомобили для геев, не знаю, чему бы не сделать. Ну, в общем-то, это были те годы, когда эту проблему не особо поднимал. Здесь только Симона, с ее работой второй пол. А, во-вторых, его сильно осуждали в том, что величина человека является производной. То есть, это не было среднестатистическим человеком того времени. То есть, он просто решил, что вот человек должен быть таким. Да. Тем более, насколько видно по его росту, наверное, он даже пониже был сам. И все это вместе было направлено в одну точку, которая, наверное, идеально соприкасается с выберновской концепцией. Это борьба, простите за неологизм, с красавостью. То есть, именно не с красотой, он был сторонник аскетической красоты. Вот в этом, мне кажется, они с Выберном просто идеально сходятся. То есть, сочинение Выберна, простите, красивыми можно, если и назвать, а они, конечно, красивы, то они красивы, как может быть красивой формула математическая, или как красивы может быть поступок, с этической точки зрения. Они красивы, в смысле красивы. То есть, если вспомнить, опять же, тот же модерн, да, когда все, куча-куча украшений, да, всего было, то, конечно, этого Вы не найдете ни у Корбюзье, ни у Выберна. Я уже говорил о нефотогеничности, простой Корбюзье, но они действительно еще и нарочино борются с красавостью. Вот это, наверное, одна из его важнейших построек. Вот это единственный город, который он построил целиком. Ну, понятно, не один с гигантским количеством архитекторов, но он запланировал весь город и построил там самые важные здания, опланировал его целиком и выполнял проект, группа его очень близких друзей и в том числе даже родственников. Чандигах – одна из столиц Индии. Ганди приглашает его разводить целый город. Ганди был впечатлен концепцией лучезапного города, города будущего, и, конечно же, он хотел вырвать Индию из такого прошлого, которое бы ассоциировалось с господством Англии. Вы видите, это здание красивым никак нельзя назвать, но оно потрясающее. Представляете, вокруг него горы, и этот бетон имитирует как бы сам массив камня. Это, опять же, здание, вписывающееся в ландшафт безупречно, и под ним он разбивает фонтан, озеро искусственное, в котором это здание отражается. Очень красиво, но красиво по-своему. Вот еще одна постройка Чандигаха. Опять же, заметьте, здесь появляются периодически чистые цвета. Это на дань кулизму. И вот еще одна мистеративная постройка. Здесь сверху будет над ней тоже огромная вот эта нефункциональная бетонная глыба, которая, скорее, эстетическую функцию выполняет. Ну, есть некоторые его здания, которые, простите, просто, наверное, эталонно сопрягаются с сочинением Веберна, то есть они в каком-то смысле фактически как иномерные. Это просто иной мир, иная красота, она завораживает и в то же время граничит. Понимаете, это то возвышенное, которое граничит с безобразным. Я покажу вам одну из последних построек. Это монастырь во Франции. А теперь посмотрим, что делает Веберна. Если Корбюзье, как я уже сказал, изменяет психологическое восприятие пространства, то есть его пространство внутри его домов намного больше, чем реальное пространство, потому что он мерит человека, а значит он становится психологическим пространством. У Веберна происходит абсолютно то же самое. Его произведения – это редкий пример автора, чьи произведения не превышают 20 минут случайно. Многие его произведения идут всего несколько минут, а некоторые даже минуты не идут. Понимаете? Это сжатая форма просто до предела. Если в эпоху романтизма меньше трех минут не музыка, а если прелюдии какие-то были меньше, то они мыслились циклом, то здесь есть просто крошечный произведение. Его симфония идет меньше, чем одна часть любой классической симфонии. Целиком, она многочасная. Веберн создает психологическое время. Как Корбюзер создает психологическое пространство, Веберн создает психологическое время, которое несоизмеримо шире, чем время реальное по часам. То есть когда мы слушаем его произведения, так много всего происходит, что психологически-то мы это воспринимаем как симфонии, хотя на самом деле там прошло от силы 16 минут. Что еще нужно сказать? То есть пространство и время, которые в 20 веке наконец-то смыкаются и соединяются во единое поле в области физической науки, в этом смысле разницы между психологизацией пространства и психологизацией времени фактически нет. То есть они работают в одном и том же направлении. Вторая параллель. Корбюзер освобождает пространство. Мы уже поняли. И под домом, и внутри дома теперь нет несущих стен, которое заменяет точками, опорами. Я уже проводил параллель с освобожденным диссонансом, где выкидываются устои в виде функций классической гармонии. Но на самом деле есть параллель еще одна. Корбюзер, напомню, освобождает пространство не только внутри, он освобождает фасад от украшательства. Вот, смотрите, идеально ровно. Если вы посмотрите на произведения Веберна, они окажутся столь же революционными, как и постройки Корбюзер. Корбюзер впервые мы видим дом сблизу. Мы видим дом как таковой, он ничем, ничто не преграждает, там видите его границы. Мы видим, зашли в дом и видим его целиком насквозь, и возомнет стены. Стены только, ну это навешанный фасад. Когда мы смотрим произведение Веберна, то оказывается, что в нем фактически только одноголосие. Мы видим отдельно взятые ноты. То есть впервые ткань прослушивается полностью. До этого мы всегда слышали музыку на педали, фактуре. Цель педали протянутых нот, да, было наоборот спрятать, замазать ткань. Создать иллюзию чего-то еще, чего мы не видим. В то время как Веберн впервые освобождает от всего музыкальную ткань, и даже непосвященный слушатель слышит все. Абсолютно все. Здесь редко созвучие это возникает. Это именно по сути одноголосная ткань. Совершенно потрясающе. Вот еще пример из многоголосной. То есть там, предположим, фахтопьяная пьеса, да, там один инструмент, хотя не одноголосный, а многоголосный. Здесь струнный квартет. То же самое. Все последовательно возникает. Прослушивается все. Мы видим со всех сторон произведения. Это совершенно возникает. Это идея приведения всего к порядку, выметания всего дувного из мира, с планеты. Это можно встретить даже и в литературе того времени. Наверное, все вы знаете это произведение. Экзюпери, его же рисунок, где принц приводит в порядок планету. Идеи абсолютно хагузианские. Кажется, и тут дух времени. Но тут бахтовская теория не срабатывает. Экзюпери, как пилот самолета, был отправлен в задание отвозить Корбюсье в Рио-де-Жаней. И таким образом, так как они были, собственно, два француза Сатан, то они очень плотно общались. То есть это как раз тот случай, когда идеи передаются устно, а не летают в воздухе. Собственно, сказал уже у идеи освобождение музыки от многозвучий Веберна. И в данном случае опорами, которые очень точно расставлял Корбюсье, потому что нужно же так спроектировать, чтобы она, например, опора не пришлась на лестницу. На паундус. Это уж деконструктивисты будут прямо там лестницу стоять в колонне. Здесь этого еще нет. Я бы сопоставил это точно с самой Серии как таковой. То есть вот эта расстановка, изначальное планирование ее структуры. Ведь ее уже разбивали на три, по три звука, по четыре звука, которые сгруппированы определенным образом были. То есть вот это и есть те колонны, на которых держатся здания. Симметрия у Веберна тоже безупречно просматривается. Ибо все вот эти зеркала, ракохот и так далее тождественны зеркальным конструкциям в архитектуре. И самое главное, помните идея у Корбюсье, идея о том, что должно быть много света. Музыка, которая просвечивает полностью, которая слышна вся, изначально вполне встает в параллель с вот этой концепцией. И есть еще одна параллель, это параллель спорная, о которой если и писали, то писали немного. Вот, даю тем, кто не видит здесь, я еще одну принес. Возьмите, кто-то может отпустить. Вот тут есть две закладочки. Одна это ранний Веберн, партитура классическая, романтического типа. Сколько там всего будет, да, украшательства, партуры. И одна поздняя партитура, где, собственно, куда ни листай, что ни страница, то зверь, то птица. Там будут отдельные точки и ничего более. Так вот, спорная идея весьма интересная. Это то, что Мудулор, Корбюзье, это абсолютно человекоразмерная система. То есть он начинает мерить здание человека. Кажется, а вот Веберн, это же что-то интеллектуальное, что-то оппозитное естественному человеку. Как же так? Нет ли здесь противоречия? На самом деле, абсолютно нет. Была такая диссертация. Ее защищал, написал и защищал, и защитил Сивков такой, Игорь. И он удивительно провел исследование о том, что впервые именно в творчестве авторов Круга Шартберга складывается естественная символика музыки. То есть если символизм предшествующей музыки по сути субъективен, там есть отсылки на какие-то произведения, если которые мы не знаем, в общем-то мы не поймем. Да, суть? То есть раньше произведение искусства рассчитывало было на культуру в целом, на культуральное погружение, на аристографию, грубо говоря, то здесь освобождается полностью вот этот пласт, и искусство становится естественным. В чем эта естественность? Дело в том, что эта естественность представлена в теоретических работах Кандинского, которые тесно общаться с Шенбергом, это друг Шенберга. Напомню, Шенберг это еще и художник Круга Кандинского. Так вот, символизм вверх и низа. То есть все, что в музыке вверху, верхний регистр, ассоциируется с чем-то аполлоническим, светлым, небесным, если угодно, христианской символикой, да? Символика восхождения. Почему? Потому что голова, волосы вверху, простите. Это естественная форма восприятия, да, реальности. А символизм низа, это соответственно символизм земли, денисийского начала, инфернального начала, ада. И в классическом даже христианском символизме катавазис, нисхождение. Есть русское слово хорошее, катавазия, да, от этого произведенное. Вот, это самая катавазия, это, в общем, некое падение. И таким образом музыка выберна, на самом деле полностью открыта для слушателя в этом смысле. Так как ее символизм, сопоставление восхождения-несхождения, вверх и низа, он является естественным, а не связанным с интонационностью отсылающей к культуре прошлого. То есть порывается концепция историзма. То есть историзм, который в виде эклектики господствовал в конце 19 века, когда строились там постройки а-ля готика и так далее, а здесь с этим порывается полностью. Получается, как Мудулор у Корбюзье является человекоразмерной архитектурой, так же и символизм верх и низа в произведениях Веберма является человекоразмерной музыкой. Опять же, впервые в истории. И эти параллели, они, конечно, просто грандиозны, потому что их можно найти необозримое количество. И что еще здесь нужно сказать обязательно? Сказать нужно следующее. То, что обе концепции, и концепция Корбюзье, и концепция Веберна, после Второй мировой войны становятся их дворе не господствующими. Одна из них берется на щит человеком, чье имя носит наш курс, это Пьев Буллес. Он провозглашает позднее сочинение Веберна эталоном. Прежде всего, его сериалистические работы, серийные. То есть, где он уже вводит несколько параметров с тематизацией. А также очень важная такая фигура, как Бараке. Дело в том, что почему Бараке для нас так важен? Потому что Бараке – это любовник Мишеля Фукова. А Мишель Фукова, понимаете, это фактически отец постмодернизма. Вот оно как завязывается. То есть, постмодернизм реально вызревает. А, кстати, еще и Бараке был тесно, общался был другом с Морисом Бланшотом. И еще один философ, да, и еще писатель эту копилочку. То есть, из Веберновской мысли, мысли сугубо модернистической, рождается постмодернизм, отрицающий полностью модернизм. Каким же образом это произошло? Произошло это следующим образом. Вот эта постройка Корбюзье. Опять сравнение даю. Это уже послевоенная постройка. Это самое известное строение 20 века, как считают специалисты. Это капелла Враншани. Обычка называется. Не нотре дам дюо, а капелла Враншани. Здесь впервые Корбюзье нарушает все свои принципы. Ибо это дом божий. Он вводит в картезианское пространство, под этим архитекторы понимают прямую плоскость, да, понятие силы, искажающие его. Вы видите, как искажена крыша. Она напоминает шатер пилигримов, идущих в Святую Землю. Это не имеет ничего общего с классической церковью. В это время, заметьте, церковь настолько стала прогрессивна, что она заказывает работы тому же Матиссу, Корбюзье, разрешая полностью отказаться от канона. Здесь Корбюзье пошел совсем далеко. Он долго смотрел на крест посередине, и потом сказал, что он не на месте. В общем, у него в Бог появился. Так он там и висит. Вот как оно выглядит внутри. Совершенно потрясающе. Все росписи и витражи тоже принадлежат Корбюзье. Там очень красиво внутри. Это, наверное, один из самых прекрасных храмов. Может только Тагаланда, Анда, Храм Света. Но еще из новых храмов может с ним посоперничать. Так вот, запустив силы, он что делает? Он вводит две воли. Одна воля его, как автора канона, а другая воля его же, как то, что вмешивается канон извне. То есть, блин, это не шевизофреническое расщепление, да? Но очень близкое, блин. И, сказав А, нельзя не сказать и В. И его последняя, наверное, крупная постройка – это Картентерс-центр в Гарварде. Это план сверху. Вы видите, уже он состоит фактически из двух частей. Вот это видно еще ближе, да? Это своего рода таких два московских универмага, отдеркаленные и наложенные друг на друга. Не случайно сказал про московский, его он тоже полностью под влиянием Корбюзье создал. Внутреннее пространство, в которое мы попадаем по этим пангусам, разворачивается в противоположные направления. Эта постройка, будучи единой, заворачивается в два торнадо, в два вифля, которые фактически разрывают ее изнутри. Вот они. Все принципы Корбюзье здесь соблюдены, но введено понятие второй силы. И это уже, простите, истоки постмодернизма. Это фактически постмодернистская постройка. Заметьте, мы входим в этот пангус, а солнцезащитные жалюзи бетонные обращены в противоположные стороны, они как бы нам препятствуют. Потому что они вращаются благодаря второму вихру, второму пангусу, который идет с другой стороны. Это совершенно уникально. Это революционно. И опять же, тут порадуется Рулан Бахт снова. Но если мы посмотрим, что происходит в этом же самом году, это если изменяет память 62-й, Энди Уахал создает свою знаменитую большую банку Супа Кэмбелл с кран сетовым ножом. Так вот, на первый взгляд кажется, что может быть общего между картой центром Харбюрзе и этой картины поп-авто. На самом деле, все. Здесь два автономных объекта, в которых один направляется в одну сторону, а другой с необходимостью, дабы не смещаться, дабы процесс открывания состоялся, должен, так скажем, подвергаться воздействию силы в противоположную сторону. Вот они, два объекта, направляющихся в противоположную сторону. Появился постмодернизм. И чтобы завершить нашу лекцию, завершить наше рассмотрение, я вам предлагаю взглянуть на здание, наверное, наиболее нетипичное для Харбюзье, здание, в котором он впервые соприкоснулся с музыкой, и, в общем-то, наши истории пересекутся уже в реальности. Наверное, вы много читали, кто музыканты, об этом здании в музыковедческой литературе, ибо это легендарный павильон «Филикс» на выставке 1958 года. Именно в этом здании, созданном специально для музыкального произведения, и причем не просто произведение, мы о нем говорили с вами на одной из лекций. Это электронная поэма Эдгара Вареза. Первое в истории электронное произведение, наделенное не экспериментальными, а художественной ценностью. Старенький Эдгар Варез, композитор первой половины XX века, создает то, что будет определять всю вторую половину. Он создает, по сути, электронную музыку. И она должна была транслироваться из большого количества мегафонов, колонок, и это здание проектировалось именно под специфические, отражательные особенности звука. И здесь Корбюзье работает со звуком как таковым. Это здание было временно, его не существует, его можно посмотреть только на постройках, на фотографиях. Ну хорошо, что есть даже цветные фотографии. Но на самом деле в этом здании не только... Опять же, заметьте, Корбюзье отходит здесь от всех принципов своих. Почему? Потому что это дом-звук, это не дом человека, это не машина для жилья. Как он еще любил сравнивать совершенно потрясающий параллель, он говорил о том, что вот аэроплан, он же адаптирован, чтоб на нем летать. Если вы посмотрите каждую деталь аэроплана, вы увидите, что в нем каждый его элемент точно выполняет функцию, чтобы улучшить полет и управляемость. А если вы посмотрите, говорит, на дом, то вы увидите кучу абсолютно лишних, несуразных, непонятно зачем созданных элементов. И он говорил о том, что дом должен приблизиться к аэроплану. Как аэроплан должен летать, дом должен быть удобным для жилья. Так вот, здесь дом должен быть удобным для звука. Но соприкоснулся он здесь с музыкой не только благодаря реализации электронной поэмы Эдгара Валеза, не только благодаря тому, что это храм музыки. Дело в том, что делал дом его не один. Делал он его совместно с другим архитектором, одним из лидеров концептуального искусства в архитектуре, очень известным архитектором, который, однако, для музыканта знаком как композитор. Его имя Янис Ксенакис. Один из крупнейших композиторов второй половины двадцатого века. Более того, помните, я вам показывал монастырь во Франции, такой страшный в эстетике брутализма. Они его делали тоже вместе. То есть получается, Ксенакис в полном смысле слова ученик Ксенакис, который реализовал себя, наверное, все-таки больше как композитор. Потому что как композитор, ну, это фигура, рядоположенная выберут. А как архитектор, это просто очень известный архитектор. Все-таки разные. Топовые выборы, не в среднем. Так вот, Ксенакис еще, будучи там революционером, вот как раз его выбил конкретно, да. Вы видите его всегда с одной стороны, у него остальная часть лица просто оторванная. Поэтому фотографии обычно с одной стороны сделаны. Но вот в чем парадокс. Ксенакис в своих эстетических взглядах и творчестве отрицал как творчество первого, как и второго. И Веберн, и Корбюзье. То есть запущен уже необратимый процесс. Мы пришли к постмоденму, и мы пришли к тотальному отрицанию всего предшествующего, да, как таковало. И еще одна важная вещь, когда и Веберн, и Корбюзье в конце своей жизни обращаются к необычной сфере, к сфере религиозной. Веберн, правда, не напрямую, не через христианские тексты, а через тексты очень утонченные, религиозно-мистические, скорее, в своих поздних кантатов. У него их три, две с номером и свет глаз, но еще есть третья недописанная, но, в общем-то, это Уфо. И Корбюзье, который обращается к церкви, то и в том, и в другом случае неожиданно их канон отступает. И мы из концептуального искусства попадаем в искусство трансовое, совсем другое, которое, возможно, и способствовало разрушению канона, в том числе. своего рода Вавилонская башня, которая в итоге разрушается, расформировавшись на многие языки. И в прямом смысле слова, кстати, на многие языки. То есть, если Веберн пытается объединить одно сочинение за счет параметров звуковой высоты, динамики, артикуляции и так далее, то его вот этот метанарратив взрывается на что? Во второй половине двадцатого века появляется стахастика, алеаторика, кто-то займется только спектром, как спектрализмы, то есть тембральной составляющей, кто-то займется только динамикой и длительностью нот, как Конлан Менкеру с его механическим фортепиано, на котором можно выставить длину нот с разницей до сотен секундной. И кто-то начнет организовывать длительности все-таки возможных, доступных для человека, как Мессиана и Ферни Холм. То есть, получается, вот этот концепт, который он пытался скрепить сочинение, как двумя вот этими вихрями корбюзье, вроде бы симметрично, понимаете, почти классика, он взрывает это произведение, и оно всыпается в сотни стилей, где каждый начинает разрабатывать уже что-то одно. Поэтому не случайно во второй половине двадцатого века так много направлений. То есть, это не то, что неожиданно что-то новое, да, произошло, а потому что просто вот этот метанарратив, загнанный до предела, доведенный до предела, метанарратив модернизма, он не мог не породить эти все ветви. Они в нем уже содержались, да, это как тот самый тектонический пласт, да, который очень долго не пускал и не хотел сдвинуться. Это просто коммунипадом, да, вулканическим извержением взрывается вся конструкция. Что обидно сейчас? То, что сочинения Веберна по-прежнему не только среднестатистическим обывателям воспринимаются как нечто непонятное, но воспринимаются так и многими профессионалами. То есть, это считается каким-то экспериментом. При том, что это абсолютная классика, и как мы с вами посмотрели, эта классика была во всем. Но сочинения, произведения Корбюзье это то, что считается символом XX века, то, чему чуть ли не поклоняются. Сочинения же Веберна по-прежнему считаются эксцессом. Хотя исполняются очень часто, но исполняются все-таки для элитарной публики скорее. Вот. И тот, и другой автор создали достаточно мало произведений. Сочинения Веберна там едва ли больше, там, чем шесть компакт-дисков. То есть, на самом деле, очень мало. Да, если равно, там, с Моцартом, Бахом, где десятки компакт-дисков. Вот. При том, что он прожил все-таки не совсем маленькую жизнь. Произведение Корбюзье. Я с чего начал, тему хочу закончить. Вот. Пример. Простите, сейчас это перешло в нечто, что, в общем-то, строит непонятно кто, да? Некий вторичный архитектор в провинциальном городке. То есть, это уже не то, что классика, а это как некий такой рудимент, то, что, знаете, в провинциальных городках всегда, так сказать, с запозданием летнаста, да, на двести. Вот так, окей. То есть, некий налет провинциальности на этом есть. То есть, то, с чего я начал, да, как сначала эксцесс переходит в традицию, потом в модель для подорожания, потом свергается другим, он свергся, естественно, дегонструктивизмом и становится, в общем-то, образцом для каких-то таких построек самых обычных, типовых, где-то в Подмосковье, а то и дальше. Чем никак не стал Антон фон Вебер. Навряд ли мы услышим какого-нибудь подмосковного бар, да, который сидит и наигрывает двенадцатитановые песни, вот, точно успевая отследить где ракохот, где инверсия, где транспозиция, а где инверсия в ракохот и зеркало, да, на него же там? О, это крайне маловероятно, что, опять же, показывает, насколько архитектура сейчас доминирует над остальными видами искусства, потому что архитектура модернистская воспринимается очень легко, воспринимается с восторгом, и, наверное, моя лекция в какой-то степени актуальна является еще и по той причине, что последняя постройка Горбюзе, это опять церковь, была, не удивляйтесь, создана в двадцать первом веке. Архитектор в этом смысле лучше, в лучших, находится в более выгодной ситуации, чем, наверное, другие авторы, он может, он создает только проект. То есть, если композитор как-то может корректировать свои ноты в процессе разучивания, многие авторы так и делали, многие авторы типа Малера это делали постоянно до конца жизни, корректируя сочинения, архитектор создает именно проект, а дальше уже нанимают фирму, которая будет реализовывать этот проект. Так вот, у него был полностью созданный проект церкви, которая была построена, помню, в 2004 году, уже в двадцать первом веке. Так что каким-то образом Корбюзье актуален, и сейчас так он создается сейчас. И эта церковь сильно отличается от капеллы Враншани, она совсем другая. Ну, в общем-то, у меня на сегодня все. Какие есть вопросы по сегодняшней лекции или, возможно, по планирующимся проекту на этот год? Я, как вы поняли, по книге Айзенмана открыл для себя пространство архитектуры, я раньше ее не мыслил как текст. То есть для меня архитектура была все-таки неким иным искусством. Музыка для меня была текстом. Текстом в прямом смысле этого слова, да не нарративом, а именно текстом. В деридианском измерении архитектура теперь для меня тоже стала текстом. И, в общем-то, я планирую, если не часто, я не хочу все лекции давать параллель с архитектурой, простите, это уже перерастет в этот блочный дом, в Хрущевке. Но есть те фигуры, которые, на мой взгляд, очень тесно соприкасаются между собой. То есть в музыке и в архитектуре. Ну, Греф того же Ксенакиса не сравнить. Ну, сам архитектор. Или Шелси. У Чельси меня давно обрещалось сделать лекцию по Шелси. Ага. Есть какие-то вопросы? Да? Ну, вот, как Вы считаете, может быть, мнение свое, скажете, вот, среди вот этих стилевых обломков, как Вы сказали, постмодернизма. Полистилистика какую роль играет? Вот, каждый вот этот вот стиль, как Вы говорите, стал заниматься своей, своим детям, своей жизнью. А вот полистилистика, на Ваш взгляд? Дело в том, что, напомню, модернизм, в отличие от модерна, отрицает историзм. Правильно? То есть, это основное его отличие. Он отрицает историзм. А полистилистика по определению сводится к историзму. Дело в том, что, если Вы обратитесь к сочинениям полистилистическим, но, по крайней мере, если существуют такие, которые дают полистилистику исключительно наших дней, я такие на память просто даже не приходится, да? Как правило, они как раз обращаются к творению будущего из прошлого, да? То есть, когда будущее творится как прошлое. Вот эта идея ключевая, а Россевская, кстати, идея, да? Идея от Росси, как теоретика постмодернизма, хотя он это слово не любил, он говорит, я никогда не был модернистом, и не буду постмодернистом. Но он лукавил, потому что, конечно же, в Европе это фактически главная фигура в постмодернизме. Там появляется измерение историческое. Но измерение историческое в очень специфической форме. Если раньше мы обращались к истории, воспроизводя именно тот же контекст, то есть, исторические знаки должны были воссоздать контекст того, что мы воспроизводим. Например, как бы готический замок должен был воссоздать иллюзию атмосферы готического замка. В этом году, да, суть, там, бойцовские эти особняки подмосковные, московские, да? То есть, где готические здания, в смысле, бойцов это фамилия, да? Не бойцовский клуб. Конечно, может, он воссоздавал клуб, где в карты играли, да? Ну, в общем, такие постройки, они, конечно же, воссоздавали саму атмосферу. То постмодерн заимствует детали для того, чтобы, собственно, вырвать их из изначального контекста. Это то, что можно свести к диридианскому понятию следа, очень важному понятию для постмодернизма, очень сложному понятию. Я не буду здесь разбирать след, ибо одна из ближайших лекций в ИЖЛТ у меня будет посвящена в Институте журналистики как раз этому понятию. То есть, она просто появится в сети скоро. То есть, я не призываю вас приходить в Институт журналистики, я просто ее выложу в сеть. Вот это понятие следа очень важно, потому что оно, с одной стороны, отсылка, но отсылка очень странная. Отсылка, как вы знаете, можно писать в апофатическом духе не отрицание, там, допустим, не Бог, не Свет, а Свет, ну, перечеркнутый. Да есть такая постмодернистская манера письма, когда слово пишется через его вычеркивание. Вот это след. И, получается, работа в полистилистике, она таким образом воспроизводится, с одной стороны. А с другой стороны, это то, что я пытаюсь делать в Булле-Стегбезе, не анализировать произведение искусства с помощью определенных методов. Это вот про Горбезье, это модернистская тема. И, собственно, все так и делают до сих пор. А анализировать, наоборот, контекст, окружающую жизнь или какое-то другое произведение искусства с помощью методологии или структуры, проще говоря, предложенной в каком-то произведении искусства. То есть, если мы берем произведение искусства как метод, как точку, как точку взгляда, да, если вспомните лекции Делезова и Лейблица, точку, с которой мы видим пространство, то в данном случае постмодернизм поэтому и бесконечен многогранен, потому что рассматривая даже одни и те же произведения, но сквозь призму не методов, а какого-то другого произведения искусства, они все время приобретают разные черты. То, что можно услышать у того же Шнитке, да, в половине его произведений, то, что мы услышим у того же Лючана Бельевого симфонии, но слышим-то по тому и по-разному. Поэтому полистелистика и разная была, потому что избранный метод даст точку видения. она собирает эти осколки совершенно различным образом. Покажу еще, чтобы было совсем наглядно. Вот отправная точка постмодернизма. Колонна Филарета. Это колонна в Венеции. Венеция? Венец. Оставшаяся от древнего палаццо роскошного, которое единственное сохранилось и вошла в дом для бедняков. Более поздняя постройка – это хлам, да, это нищета и роскошь этой колонны. Так Росси пишет, я вижу эту колонну везде. Я вижу эту колонну во всем. Это фрагмент. И он говорит о том, что архитектура, искусство, он говорит, я бы уподобил археологии, которая из осколков собирает нечто, опять же, неплохое. Вот она, логика постмодернизма. И, конечно, она сильно отличается от логики модернизма, да, но фактически она ее отрицает. Есть еще какие-то вопросы? Ну, если вопросов у нас нет, в следующий раз я пока честно скажу, не выбрал еще тему лекции. Мне бы хотелось сравнить, сразу скажу, очень странную пару Лихтенштейна, Роя, в смысле, Лихтенштейна и Валентина Сильвестрова. Может быть, будет эта лекция, а может быть, будет лекция совсем другая. Я подумал на этот счет. Скорее всего, мы соберемся уже после моего приезда из Белгорода, то есть это конец ноября. Я очень надеюсь, что мы наверстаем, у нас будет все-таки хотя бы 10 или 9 лекций, а не 8. И что наш курс будет более-менее полный. Тем более, что если по первому сезону я все-таки планирую написать книгу, то второй сезон я пока не знаю, каким образом можно будет организовать какое-то целое. Хотя, ну вот, бывают же такие книги вроде научной автобиографии. Слово «научный» Росси применял, как и любой бестмодернист, достаточно иронично. Он научными, например, называл свои кулинарные штуки. Ладно, тогда до следующих встреч. Спасибо. Продолжение следует...